Главный хореографический коллектив страны, Астана-балет, покорив Европу, с огромным успехом выступил и в российской столице. Перед входом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, где проходил спектакль, выстроилась огромная очередь. Из Москвы передает наш СОПКОР Руслан Успан. Турне-труппы Астана-балет длится уже 10 дней. За это время столичная труппа с успехом выступила в театрах Парижа и Вены. В Москве казахстанские артисты представили одноактный балет в стиле современной хореографии. Такого ажиотажа вокруг казахстанского спектакля, пожалуй, давно не было. Люди пришли задолго до начала представления. А я прочитала о том, что это очень хороший балет, о том, что очень хорошие труппы, что там современная хореография. И нам очень хочется посмотреть. Мне билеты пока нет. Проблема попасть на этот спектакль. Все спрашивают, дайте лишний билетик. Поэтому я думаю, что должно быть интересно. За кулисами очень много журналистов. После европейского турне уже привыкшие к такому вниманию артисты молодого казахстанского театра охотно делятся секретами своего успеха. Мы показываем красоту рождения души. Как душа рождается, какой она может быть темной, какой она может быть доброй, светлой. И в итоге рождается красота во Вселенной. Режиссеры спектакля использовали элементы как классической, так и современной хореографии. А графика 3D, лазерные эффекты позволили превратить спектакль в настоящее шоу. Чтобы передать мир казахов, нужно было сначала изучить его изнутри. Для этого пришлось много работать. Буквально на улице признается российский хореограф-постановщик Никита Дмитриевский. Съемки проходили в степи. Съемки проходили в студии Хромакеев. Мы ездили, снимали табунов, лошадей для каких-то отдельных компьютерных моментов. Для нас специально готовили табуны, чтобы отпускали их в поле, чтобы они скакали. В общем, это были и на болотах, и в степях. По сути, и фильм, и балет, и такое световое шоу. Борьба зла и добра, путешествия по трем мирам, древо жизни, в листе которого и есть души, желающие обрести оболочку. И наш мир, алем, в итоге побеждает темные силы. Языком танца артисты балета оживляют древнюю легенду. Искушенный московский зритель в благодарность за прекрасный вечер одарил артистов «Астана-балет» долгими аплодисментами и цветами. Европейское турнотеатр «Астана-балет» завершилось с успехом. Это уже можно утверждать. Руслан Аспан, Тимур Алтымбаев, Москва. Руслан Астана-балет